Приветствую вас, друзья. Сегодня у главной роли художественный руководитель национальной анимационной премии ИКАР и шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Очень рад вас видеть. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня от волнения даже мои записи. Видите, как немножко так анимировались. У меня есть неожиданное предложение. Давайте начнем с чего-нибудь хорошего, с чего-нибудь позитивного. И как воплощение вот эта вот стеклянная фигурка, и вы нам расскажете, что это такое. Тем более сегодня, восьмое число, эта фигурка будет действовать. Да, она уже в действии. Это олицетворение, так скажем, символ Дня российской анимации. Мы сами несколько лет назад, сами, кто имеет отношение к мультипликации, решили, что почему бы у нас не было нашего профессионального праздника, вот и решили, что это будет День российской анимации. Потому что именно 8 апреля в 1912 году, это по новому стилю, по старому, это было там 26-27 марта, была премьера, первая премьера российского мультфильма на публике. Это фильм Старевича, прекрасная люканида или война усачей с рогачами. А мы долго искали, вот в честь чего может быть наша статуэтка, которую мы в этот день вручаем. Конечно, она должна была быть привязана к Федору Савельевичу Хитруку, потому что это всеми любимый, всеобщий учитель, мультипликаторов, великий режиссер. А во-вторых, как-то, когда стали перебирать все его фильмы, подумал Сикар, потому что, ну, это вот тот человек, который не боялся высоко взлететь и не боялся больно упасть. Вот как-то так и придумали. Вот премия вручается сегодня. Сегодня, в общем, те люди, что высоко взлетели, понятно, что будут следующие работы и как уж там все повернется, неизвестно. Но сегодня они счастливы, сегодня все хорошо. Но насколько счастлива чувствует себя российская анимация, это не глобальный вопрос, а очень личный. Вот как вам себе в ней чувствуется? Вы знаете, сейчас такой, наверное, немножечко переломный для нашей анимации момент, как лично я его ощущаю. С одной стороны, пришла индустрия. Как-то мы немного отстали от всего мира, но начали развиваться в плане коммерции. То есть сериалы создаются уже в большом количестве. Уже так, ну, более-менее активно полные метры, хотя 5, 6, 7 полнометражных мультфильмов в год, это для такой огромной страны, как наша, очень мало. Но у нас студии существуют в трех или в четырех городах. Да, если там, не знаю, в Европе в каждом городе что-то есть, или несколько школ анимационных, там несколько студий, то у нас, конечно, на гигантскую страну это очень мало. Поэтому как-то такие темпы, они такие немножечко заторможенные, так скажем. С другой стороны, есть авторская короткометражная анимация, а советская, наше прошлое, оно как-то даже, ну, в свои традиции вело, что у нас не было коммерческой анимации, у нас всегда была такая авторская. У нас не делали деньги на мультфильмы. У нас государство всегда ворчало, что это убыточная отрасль для нас, мультипликация. А короткие метры, сборники короткометражек, это то, чем, в принципе, анимация наша славилась. И там было самовыражение великих совершенно и художников, и композиторов, и сценаристов, кого угодно, и режиссеров в первую очередь. И то, что мы очень любим, и люди, уехавшие давно на Запад, сейчас своих детей, которые там родились, все равно не заставляют, а умоляют не смотреть эти мультфильмы, потому что от них не оторваться. Да, да. И мы бы хотели, чтобы они продолжались. Но здесь ни руководителям студии, ни продюсерам это не очень выгодно, поэтому на них выделяются какие-то крохи. На эти крохи не все готовы хорошие режиссеры идти, поэтому они вынуждены работать на сериалах. Но в то же время даже вот эти, ну там, 3-4-5 хороших мультфильмов в году короткометражных, они находят свои признания на фестивалях. И в мире очень высоко ценится российская авторская анимация и детская анимация, потому что для детей мы очень здорово до сих пор умеем, так сказать, вести с ними разговор на анимационном языке. Так что мы сейчас так немножечко вот как-то стоим на полпути к чему-то более хорошему. Ну вы прекрасно понимаете, кто сейчас в локомотив процесса, и в авторском кино, и в коммерческом. И приз и кар, как правило, с неким ауфтактом, говоря музыкальным языком, чуть заранее уже определяет, кто лучший в этом году. Потом проходит Суздаль, и как правило, результаты совпадают, как правило, за редким исключением. Это нормально? Да, конечно. Потому что, в принципе, в Суздале там жюри из пяти человек, и там три человека в коммерческом. Здесь 50 экспертов у нас голосуют. Но люди все из одной отрасли, поэтому, конечно же, лидеры, они видны теми и другими примерно одинаково. Есть совпадение, допустим, что приз за лучший колокометражный, полнометражный или сериал, но на Икаре мы вручаем призы по профессиям, то, чего больше не делается нигде. Мы еще награждаем и художников, и режиссеров, и актеров, которые озвучивают мультфильмы, и звукорежиссеров. И есть такие уникальные призы, как «Лучший персонаж анимационный». Ну, понятно, что за прикладную анимацию. И, конечно же, за вклад. Премия «Мастер» она у нас называется. Вот кому-то, с кем связан золотой век нашей анимации. Я посмотрел некоторые работы краткометражные. Конечно, это классные вещи. Я человек, который любит смотреть кино как зритель. Мне нравится посмеяться, мне нравится расслабиться и ни о чем не думать. Но когда речь заходит об искусстве, а премии, они немножко делятся над те, которые отмечают прорывы, допустим, какие-то в плане финансовых, кассовых сборах, успехов у зрителя. А у нас премия, она за профессию. То есть, как ты владеешь, что ты можешь сказать нового, какой, может быть, даже жанр ты открыл, на какую тему новую поднял. Ведь анимация обладает удивительными возможностями рассказать о принятых, о понятных каждому вещах таким языком, каким ты не расскажешь ни на сцене, ни в игровом кино. И те же узы про разрыв в семье между старшим поколением, как отпустить от себя ребенка, можно рассказать без слов с помощью вот этих проволочек, ниточек. Это же фантастика просто какая-то. Да, это здорово. Это просто здорово. Или там «Пять минут до моря», или «Лола. Живая картошка». Гениальная работа Армена Джигарханяна. На сегодняшний день она такая последняя по времени работа, где он просто озвучивает за кадром дедушку. Это потрясающая роль. Но эти превращения, которые происходят с героями мультфильма, мы понимаем, что и дедушка давно умер. Мы понимаем, что девочка вынуждена уехать из этого дома, в котором она всю жизнь прожила. Но вот ее связывают игрушки с детским домом, ее связывают какие-то воспоминания о дедушке. В игровом кино это, может быть, и можно показать, но не так, как в анимации. Это вот по сердцу, по словам. Пронзительно, да? Да. И в этом плане, конечно же, такие фильмы должны быть отмечены. Если говорить о сравнительных характеристиках, давайте вот даже про деньги чуть-чуть. Ведь есть такие ребята, которые, ну это десятки миллиардов долларов, евро, студии, которые оборудуют только на комиксах. В России вот эта история, эта тема, она никогда не будет настолько актуальной. Хотя сейчас понятно, что молодые ребята смотрят и южнокорейские, и японские комиксы, получают бешеное удовольствие их не оторвать. В России насколько это актуальная история? Мне кажется, что пройдет какое-то количество времени, и это будет. Мне удивительно, что до сих пор у нас нет мультипликации для взрослых, потому что взрослые воспринимают все равно, по-прежнему, что мультфильмы это для детей. Когда, как во всем мире, полно каналов анимационных для взрослых, и смотрится это прекрасно. Но вот этот есть какой-то барьер. Есть барьер вот к аниме, да, вот к японской культуре. Есть барьер в том числе и к комиксам. Хотя уже лет, ну, наверное, больше 10 лет назад на Суздальский наш главный анимационный внутренний фестиваль приезжали комиксисты. И Хихус, которого вот не стало совсем недавно, он лидер движения комиксистов, он сам стал снимать мультфильмы, участвовать на равных в конкурсе с творцами анимационного кино. Не очень-то его поначалу принимали тоже. Но и не пошло почему-то. Почему не пошло, не знаю. Может быть, все-таки вырастет еще то поколение, которое скажет, а мы хотим вот это. Видимо, продюсерам надо, чтобы они чувствовали востребованность этого жанра, чтобы на нем можно было зарабатывать. А те, кто делает авторское кино, им это неинтересно. Они копаются. Нет, ну и слава богу, пусть копаются, и это копание приносит нам такие плоды. Вспомнил фильм «Ныряльщица. Пять минут до моря». Вот, может быть, вы посоветуете, во-первых, где это увидеть, и можно ли это смотреть в интернете, не нарушая ничьих прав. Вот, одним словом, как короток путь от автора до зрителя? Путь этот короток для фильмов, на которых нет ставки, что они покатаются по фестивалям. А те, на кого делают ставку, ведь режиссеры не зарабатывают на этих фильмах, значит, они могут получить призами, взять свое на фестивалях. А у многих фестивалей высокого класса условия, чтобы фильм нигде не был в течение двух лет. Фестивальная жизнь два года у фильма прокатился по всему миру, потом режиссеры с радостью выкладывают его в интернет. Пока сами они или продюсеры не захотят, к сожалению, только можно увидеть вот на показах. Надо отслеживать фестивали. Или кусочки трейлера. Трейлеры. Либо отслеживать клубные какие-то мероприятия. Вот, это можно тогда увидеть. Одним словом, у нас сейчас, у простых зрителей, шансов увидеть целиком УЗы, пять минут до моря, пока нет. Ну, ближайшие, думаю, да. Год точно. У Икара есть денежный эквивалент? Нет. У Оскара есть денежный эквивалент? У Оскара нет, по-моему, тоже, да. Сравнили. Видите, как хорошо, да. Но понятно, что человек, получивший Оскар, получает денежный эквивалент, но в цифрах, которые не могут, наверное, в премии никаким образом присутствовать. Там нулей гораздо больше. А вот что дает Икар с точки зрения оценок профессионалов, собратьев по цеху и так далее, и так далее? Раньше я знаю, что получить субсидию от Министерства культуры на будущий фильм, им было важно увидеть этот послужной список, а что у вас там в призах. Сейчас, по-моему, эта роль никакой не играет. Но, допустим, когда попадаются резюме тех или иных фильмов или студий, где отмечены были их работы при займе Икар, я с удовольствием это вижу, читаю, значит, люди как-то это отмечают. Поступают приглашения. Причем поступают приглашения этим людям и внутри России на какие-то проекты. Посмотрели, о, хорошо, отмечен, да, позовем-ка мы его на этот супер-пупер дорогой проект, значит, он вытянет его. Человек соглашается, если то идет. И, соответственно, в мире, когда, вот, допустим, буквально там два дня назад девушку-аниматор, которая у нас сейчас номинировалась на премию Икар в номинации аниматор, она этот свой шоу-рил, который подавала нам сюда, отправила в Германию, по-моему, или в Швейцарию на студию. И там сказали, да ничего себе, это же просто сразу на работу берем с руками-ногами таких мастеров. А она у нас на Икаре присутствовала постоянно. То есть получилось даже косвенно как-то, то, что она нам отправила, отправила туда, если бы не было нашей номинации, она бы не стала бы делать даже этот шоу-рил. Тогда его сделала, отправила. Мы вспомнили про премию. И, конечно, первая фамилия, первое имя – это Александр Петров. Он тоже был у вас номинирован. Он сейчас номинирован, да. И это связано с заставкой к одному большому сериалу. Вот он продолжает, Петров, работать в этой манере. И это такой ноу-хау, да? Ожившая живопись, да. Он в свое время, в 80-е годы, стал экспериментировать в этой технике ожившей живописи. И, в принципе, сделал имя, и очень много у него подражателей. Вот. И он так нежно относится к нам, к счастью, что даже прислал, никуда не отправлял ни на какие конкурсы. В принципе, это прикладная анимация, заставка к игровому телесериалу. Сказал, Сережа, я пришлю только вам. Ну, и, естественно, попал в номинацию, потому что это все равно шедевр. Да, да, безусловно. Безусловно, это шедевр. У него своя студия, у «Оскарно» с Александром Петровым. А можно его или людей со своими возможностями, в том числе и технологическими, пригласить на «Союзмультфильм»? Это хорошо для «Союзмультфильма» и для нас, как для зрителей? Конечно. «Союзмультфильм» — это не только те, кто работает внутри этого здания. Это мы сотрудничаем с другими студиями, которые хотят сделать копродукцию у себя, начиная от того, что человек может работать у себя дома, и заканчивая то, что может в другом городе в собственной студии работать. Это, в принципе, студия открыта ко всем предложениям. Вот, друзья, вот вы талантливо сидите дома, талантливо там что-то творите. Имейте в виду, «Союзмультфильм» вас может быть заинтересован. Да, это очень хорошо. Спасибо вам большое. Я поздравляю вас с праздником. Я поздравляю всех тех, кто талантливо, с душой трудится на благо российской мультипликации. Дай Бог вам всем здоровья и побольше возможностей, в том числе и финансовых. Спасибо. Сергей Капков сегодня в главной роли. В общем, один из главных в процессе производства и придумывания мультфильмов. Низкий поклон. Обязательно увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok